В Петербурге в рамках общеобразовательного форума 2012 прошел круглый стол, посвященный появлению в школьной программе нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Педагоги и представители общественности собрались, чтобы понять, насколько сейчас школа готова к реформе. Морис Беринг, английский поэт, когда-то сказал «Редкая красота есть на Руси. Русские песни трогают сердце, русские стихи ближе всего к природе и к человеку, русская любовь ближе всего к Богу». Уже первые минуты образовательного форума в университете имени Герцена показали, что присутствующие в большинстве своем поддерживают слова зарубежного поэта. Сегодня здесь собрались те, кто уже в сентябре придет в школу и положит начало новому ценностному образованию. Будущие педагоги были единодушны в одном – то, что в учебных заведениях заговорили о нравственности – это уже победа. Конечно, это победа. Но здесь опять камни преткновения. Первое. Кто будет вести этот курс? Если это человек, который радеет за Отечество, за то, чтобы Родина всегда находилась на первых позициях, в душах людей, чтобы именно подвиг был подвижничеством. И вот это отношение каждого человека к курсу, каждого учителя и ученика, и родителя, а также администрации, оно сопряжено с тем, что каждому человеку нужно вникнуть в ту суть, которая заложена в этом курсе. Очень обособленно среди шести модулей выглядит модуль «Основы светской этики». В отличие от других, он учит детей добру вне прочной и нравственной платформы. Любая этическая норма, она требует вопроса «Почему?». Потому что, исполняя этическую норму, человек обязательно чем-то своим жертвует. Вот такого не бывает. Чтобы поступив правильно, поступив во благо, поступив по-доброму, человек ничего от себя не пожертвовал. Тем более, что, если уж говорить о маленьких детях, они вокруг себя видят примеры как раз-таки обратного жизни по своей эгоистической воле. Извини, так? Поэтому вот этот вопрос, который все время будет висеть в классе, он должен найти ответ. Статистика показывает, что в самых крупных городах наиболее популярным среди родителей оказался предмет «Основы религиозных культур». Опытные педагоги утверждают, что с введением этого предмета на данный момент есть серьезные проблемы. В модуле «Мировые религиозные культуры» как раз идет сопряженность с большими трудностями. Металлических разработок мало, и они в основном создаются философами, которые порой страшно далеки от школьного урока. Сегодня педагоги, вызвавшиеся преподавать основы православной культуры, подготовлены заметно лучше. Они не будут одиноки. За ними стоит наработанный опыт Белгородской, Смоленской, Калининградской областей. Подготовлены достойные методические материалы.